Мы подтирались журналом «Коммунист». Это тоже такая форма потребления информации, согласно новым исследованиям Минобороны. Нет, потому что газеты намного жёстче. Журнал «Коммунист» был изумительно интеллигентный. Вы что, либеральный, либертарианского толка? Да, он был исключительно мягкий. Он был мягче, чем любая газета. Он задавался вопросом, куда ли мы идём? Я сейчас не помню. Правильно, всё рассчитано. Нет, ну там были какие-то серьёзные статьи. Знаешь, например, Сергей Степашин был премьер-министр Российской Федерации? Да, помню, конечно, Степашин. У него, знаешь, что у него была... Роль комиссийской партии «Пожар и тушение»? Да. Да, я помню эту связку. Нет, не так, не так. У него была кандидатская или докторская диссертация у Сергея Степашина, премьер-министра Российской Федерации, который мог стать президентом вместо Путина. Ты знаешь об этом или нет? Ну, так, теперь знаю. Нет, ты не знаешь. Сергей Степашин был премьер-министром в 99-м году и должен был стать президентом. Не Путин, нет. Да. И Сергей Степашин в июле месяца 99-го года поехал к Лужкову на строительство развязки. То есть какая-то развязка на МКАДе была, и Лужков вводил ее в действие, ну, перелезал ленточку. Да. И Сергей Степашин поехал на сдачу развязки на МКАДе. Значит, там, когда перелезали ленточку, вот это все, они вдвоем, Лужков и Степашин, пошли прогуляться. Ну, в сторонку, отойдем в сторонку. И они в сторонку пошли и разговаривали. Разговаривали, разговаривали, все такие. Ну, когда ленточку-то перелезать? Так сейчас вот, кстати, они переговорят. А они переговаривают, переговаривают, переговаривают. Понимаешь? Угу. И они сколько-то долго там, ну, долго, да, как это сказать, по ощущению, что, ну, где же, вот, кстати, да, вот же, они же отошли пока тут, им надо переговорить. И когда они вернулись, Таня с Валей имели понимание, что они там о чем-то договорились. Поняла? И никому это не понравилось. И Таня с Валей сказали, ищем нового. И нашли Путина. Ищем нового. Все. Сережа, Сережа слился. И Сергей Степашин, который написал блистательную научную работу, роль первичной партийной организации в тушении пожара, который... Он должен был быть президентом России в 99-м году, в смысле, 2000-м. Понятно, да? Угу. Но поскольку он ушел на развязки, вот, наверное, на сдачу развязки, надо... А почему у него было два минуса? Сережа, Сережа, было два минуса с точки зрения кремлевских обитателей. Первый. Это то, что он во время сдачи развязки на МКАДе очень долго, непозволительно долго, ушел и о чем-то бормотал. Там с Лужковым хрен поймешь о чем. Кто его знает о чем? Вот. А, значит, и второе, что он очень часто менял решения через ночь. Ну, то есть вечером он говорит одно, а утром другое. И Кремль долго думал, почему так? Почему он вечером соглашается? А утром говорит, нет, вы знаете, я передумал. И оказалось, что он обсуждал вечером, придя домой, вот эти вот вопросы с супругой. И ночная кукушка всех перекукует. Ночная кукушка ему говорила, а то тебя дурят, Сережа. Сережа, тебя дурят, слышишь? И он наутро говорит, так вы меня дурите. Прямо какие-то восточные сказки с умной женой, которая, муж такой грустный приходит. Я тебе говорю, няня, я сейчас тебе рассказываю не о Сергее Степашине. Сергей Степашин, я рассказываю не о вас. Я рассказываю о том, как вас воспринимали. Вот Сергея Степашина воспринимали так. Первое, с Лужковым чего-то такое обнюхивается там и подолгу. Второе, договариваемся с вечера, с утра приходит, нет, я передумал. А и понятно было, что с женой переговорил. И тогда все сказали там, слышишь, ну как с ним править? Как он будет править Россией? С вечера отдаст, а с утра нет. Ночная кукушка будет править Россией. Трудновато. И быстро ищем другого. Быстро ищем другого. Нашли Путина. Понимаешь? Вот такая тема. Путин папу не сдаст. Путин папу не сдаст, было сказано. Все, Путин не сдал, но он и не сдал. Хорошо, слушай меня.